Этот детский садик в селе Китово Шуйского района носит название «Улыбка». Но веселого смеха малышей здесь не слышно. Игровая площадка пуста. Детский сад закрыли на карантин после того, как пятеро малышей попали в больницу из-за инфекции. Мама двугодовалой Даши вспоминает, еще две недели назад ничто не предвещало беды. До того самого момента, когда в начале прошлой недели ей позвонили из детского сада и сообщили, что у малышки поднялась температура. Собрали ребенка, пришли домой, у нас рвотный синдром начался. Потом вечером начался понос. Во вторник встали, у нас нет температуры, рвота уже прекратилась, понос только остался. И так она веселенькая такая, здоровенькая была, вот только что понос. А в четверг у нас начался понос с кровью. И уже постоянно, постоянно, понемножку, но все равно с кровью. Родители обратились в Шуйскую больницу и только тогда узнали, что этот случай уже не первый. Из инфекционной нас направили в ванну, потому что мы уже самые последние, пятые были. Потому что они мальчики в реанимации, и вот нас уже сюда направили. Вот лечение нам назначили здесь. Кровь у нас закончилась. Но лучше становится все равно как-то. Все каждый день то одно состояние, то другое. Меняется как-то оно. Первый ребеночек поступил 13 августа с диагнозом кишечная инфекция. Затем поступило еще 4 ребеночка с аналогичными симптомами. Тошнота, рвота, жидкий столб, повышение температуры. На данный момент в стационаре находятся двое детишек. Один ребенок в палате интенсивной терапии и один ребеночек в общей палате лежит с мамой. Трое детишек переведены в областную детскую больницу. Что стало причиной массового отравления, пока точно неизвестно. Однако у родителей на этот счет есть свои предположения. Хоть они оправдывают, что это не может, что дети типа того с улицы привели, принесли эту болезнь. Ну как с улицы, если только 5 человек заболело. Так что я считаю, что где-то детский садик. Краску они держали. Прямо чуть не в группе, как сказать. Держали в шкафах детских. Самый крайний. Так тоже нельзя. Но они как думают, что мы дома накормили арбузами, привели детей в садик и что вот у нас такая реакция от этого. Нет. Нет. Так что пускай они не думают. Пускай себя винят в первую очередь. И не детей. Действительно ли дети отравились из-за халатности руководства садика или инфекцию принес кто-то из детей, станет известно после исследования анализов малышей. Но родители, не желая оставлять это безнаказанным, уже написали заявление в прокуратуру. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.